МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все заканчивается. Еще вчера тебе казалось, что ты влюблен и счастлив. Что это будет длиться вечно. И тут... Ты понимаешь, что больше ничего нет. Ни любви, ни счастья. Ни даже надежды на то, что все еще можно как-то исправить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро, мам. Доброе. Какие прикольные. Может, тебе отвертку принести? Нет, спасибо, поешь лучше. Если на полке, молоко в холодильнике. Откуда они у тебя? Подарили. Садись завтракать. Чего ты их там ковыряла? Изучаю раритет. У нас пацан есть в классе. Так он сам часоворот сделал, представляешь? Часоворот? Ну, ты и темная, мам. Гарри Поттер просто разобрал механизм, пружину перевернул и стрелки переставил, чтобы они шли в обратную сторону. Подожди, а разве это возможно? Переставить стрелки, чтобы они сначала шли в одну сторону, а потом в обратную. А надо? Не знаю. Давай завтракай. В школу опоздаешь. А ты на работу не. А я на работу. Деда! Папа! Смотри, как я умею! Витька, иди сюда. Папа! Ты че делал? Гулял. А ты завтракал? Завтракал? А что кушал? Бутерброд. Бутерброд. Один. А че ты не бывался? Забыл. Ну вот еще дела какие. Забыл. Поехали. Где Витя? Витя. Витя. Беги-беги. Давай, давай. Пей. Я приду. Доброе утро. Папа. Беги-беги. Папа. Папа. Иди, я витя. Папа. Папа. Я приду сегодня. Ты слышишь? Папа. Доброе утро, Максим. Доброе утро, Анна. Скажите, вы будете сегодня в суде? Да, я сама привезу результаты независимой экспертизы. Они вот-вот будут готовы, мне как раз по дороге. Кстати, я говорила с адвокатом. Он уверен, что суд будет на вашей стороне. Он уверен. Максим, я вас прошу, держите себя в руках. До встречи. Привет. Что ищешь? Свидетельство о рождении. Мне на турнир надо. Ты в школу не обождаешь? Да вы с мамой даже разговариваете одинаковыми словами. И зачем вы разводитесь? Ну, ты знаешь, Егор, все не так просто. Ладно, беги в школу, я найду свидетельство и привезу тебе на тренировку. Правда? Ну, ты же сказал, значит, привезу. Ладно, ну тогда я пошел. Тут так душно. Я включу Кондеева, не против? Нейтрализует излучение. И вы это не верите, да? Нет. В такие вещи я не верю. Так, всем привет. Приветчики. Бронская есть? Ей еще нет. Бронская во главе не опаздывает, она задерживается. Так, Андрей, ты мне сегодня нужен. Едем снимать ремонт. В Зронске я уже согласовал, коммерческий проект. Без проблем, во сколько? Ну, сейчас почту гляну, кофельку глотну, и поедем. А давай я за тобой поухаживаю. Ну, да, давай. Пожалуйста. Какой ты там говоришь у нас ремонт? Да, так у нас. В моей квартире. Ну, на благо всей редакции. Ой, Микеланджело, у меня девочка знакомая. Клинта такие панели стоила. Кстати, недорого. Танюш, мы с Витькой на воздухе погуляем. Ну, что ему в суде делать? Ну, так всегда, твоя вечная страусиная позиция, голову в песок. А речь идет о смерти нашей дочери. Тань! Всем привет. Андрей, я сейчас просмотрю почту, и поедем с тобой в суд. Так какой суд? А Андрей сегодня мой. Может, кофе? Спасибо. Олег, я уже два месяца веду эту тему. Максим Рогов попал в беду, ему нужна поддержка. О газете нужны деньги. Вообще, кто-нибудь вспомнил, кто это такой Максим Рогов? Я не знаю никакого Максима Рогова. Он когда на ринг в последний раз выходил. Слушай, при чем здесь это? Невинный человек может попасть за решетку. Или для тебя что? Джинса важнее, правда? Анечка, это не джинса. Это отличный заказ. Подожди, пожалуйста. Это целый разворот. Две полосы по максимальной ставке. Ты хоть знаешь, какой крови мне стоило это для нас выбить? Я квартиру свою не пожил. Уйди, пожалуйста. Олег. Мне сегодня в суде нужен фотограф. Кровь из носа. Слушайте, кто-нибудь мне может объяснить, а? Почему из-за какой-то маниакальной жалости этой женщины к преступникам должна страдать родная газета? Подожди, стоп. Максим, не преступник. Я веду журналистское расследование. Я заказала независимую экспертизу. Андрей. Так. Я сказал, Литвин сегодня мой. Брэк. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ева Витальевна. Ева Витальевна, мы же сами все согласовали. Посмотрите, люди едут. А наша звезда Громова, ну, как обычная, понимаете? Слышала. Анна, во сколько начало заседания суда? В 11. Так, сейчас 10.05. Значит, Андрей, едите к Базилевичу, снимайте начало процесса ремонта, потом в суд снимайте начало процесса суда, после окончания суда возвращайтесь к Базилевичу и снимайте репортаж о ремонте. Всем все ясно? Спасибо. Удачного всем дня. Спасибо. Гениально. Поехали. Таким образом, болезнь жены поставила крест на вашей спортивной карьере. Протестую, Ваша честь. Некорректная постановка вопроса. Протест отклонен. Подсудимый, отвечайте. Я об этом не думал. Я хотел вылечить Соню. Мы обращались к врачам, я возил ее в клиники, по санаториям. Прогнозы, согласно медицинским заключениям, были неутешительны. Полный паралич в ближайшем будущем. А мы надеялись на лучшее и верили в ее выздоровление. А ее смерть развязывала вам руки, правда? Вы же еще так молоды. Вы в прекрасной спортивной форме. Протестую. Прекратите нести чушь. Максим Игоревич. Подсудимый, еще одно слово. Я буду вынуждена вывести вас из зала. Я любил свою жену. Я верил, что удастся поставить ее на ноги. Варька, да у нее ветер в голове. А этот Жененька, он на посылках у Бронской. А она? Громова? Угу. Нет, ну она хорош, конечно, журналист. Слушай, она такая взбалношная баба. Мама, не горюй. Я понял, Олег. Буду держаться тебе. Ну да. Угу. Ты, ты, конечно, такой фотограф. Видел твой материал из горячих точек. Плеск. У нас теперь, что не материал будет, то бомба. Все первые полосы будут наши. Олег, 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 смотри. Ой, ой, ой. Да, 24 часа. Его нет. Алло, здрасте. Это Анна Громова. Готовы экспертизы по делу Рогова? Отлично, спасибо. Где? Да, и еще. Я хотела бы, чтобы вы посмотрели часы. Вы же раньше занимались этим периодом, да? Они выглядят как старинные, но вполне возможно, что поделка. Посмотрите. Спасибо. Я скоро выезжаю. До встречи. В тот день, буквально за полчаса до пожара, я позвонила Соне. Хотела погулять с Витюшей. Трубку взял Максим. Вы звонили на мобильный телефон? Соня спала. Подсудимый, уважаете суд? И свидетельницы отвечаете? Да, на мобильный. Максим сказал, что моя дочь Якову спит, и что он сам погуляет с ребенком. Теперь я понимаю, что таким образом мой зять обеспечивал себе алиби. Да какое алиби? Я протестую, протестую, Ваша честь. Суд интересует факты, а не какие-то домыслы. Протест принят. Я просто хотел погулять с сыном. Подсудимый, еще одно слово я буду вынуждена вывести вас из зала. Катюша, а факты есть. О, тут про твоего Рогова пишут. Сегодня состоится суд над Максимом Роговым. Ях чемпионом Европы по боксу. Его обвиняют в убийстве жены. Сколько раз ей говорят, что это неправда? Ну, а с чего ты так решила? Потому что я знаю их семью, я знаю Максима и Соню. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Двадцать четыре часа. А его еще нет. Иди посмотри, я делала очерк об этой семье, когда Максим стал чемпионом Европы. Замечательная семья. Просто случилось несчастье через год. Соня тяжело заболела. Рассеянный склероз. Максим вынужден был покинуть большой спорт, чтобы ухаживать за женой, следить за ребенком. А почему ты еще не в суде? Он же в 10 начался. Нет, в 11. Сейчас проверю. В 10. В 10? Заседание перенесли? Черт, почему я никто не сказал? Звони коммунальщикам, быстро. Звони коммунальщикам. Да, Филипп. Аня, почему в нашем доме никогда ничего нельзя найти? Что ты потерял на этот раз? Не я, а ты. Наш сын едет на соревнования, ему срочно нужно свидетельство о рождении, а его нигде нет. Я вообще не понимаю, почему это волнует? Ну, во-первых, давай без прокурорского тона, а во-вторых, свидетельство о рождении Егора у него на столе в комнате, он снимал ксерокопию. Пока. Подсудимый, вам знакома Сомова Мария Николаевна? Да, это наша соседка из квартиры напротив. Она вызвала пожарных, когда почувствовала запах гари. По состоянию здоровья не может присутствовать в суде, но у нас есть ее письменные показания. Гражданка Сомова видела, что ребенок некоторое время находился один на лестничной площадке. Как вы это объясните? Как? Пока я одевался. Или готовили поджог. КОНЕЦ А вы, вы старика здесь не видели? КОНЕЦ Для того, чтобы разбрызгать в комнате горючее вещество и зажечь фитиль достаточно нескольких секунд. Ваша честь, мы ждем результатов независимой экспертизы. Я ничего не поджигал. Соня спала. Я пошел гулять с сыном. Ты бессовестно лжешь! Добрый день, Павел Петрович. Можно? Павел Петрович. Анечка, здравствуйте, здравствуйте. Очень рад вас видеть. Сейчас найдем ваши результаты. Сделал в первую очередь, как только вернулся из отпуска. Вы что торопитесь? Да. Заседание суда перенесли на час раньше, и я уже безнадежно опаздываю. Понимаю, понимаю. Сейчас, одну секундочку. Да, кстати, а как поживают ваши часики? Принесли? А, да-да, сейчас. Ну, вот, прошу. Спасибо. Я бегу в суд. Вот часы. Я вам позвоню. До свидания. До свидания. Ваша честь, обнаружились новые материалы. Подсудимый, скажите, вы знали, что жизнь вашей жены была застрахована? Да, конечно. Мы с женой вместе застраховались вскоре после свадьбы на 10 лет. С какой целью? Хотели много путешествовать. Почему же вы не воспользовались ею для лечения жены? Не страховой случай. Очень жаль, правда? Да. Очень. А вот смерть уже страховой случай. Сумма страховки составляет 10 миллионов рублей. Ваша честь, прошу приобщить. Страховой полис к материалам дела. Я думаю, уважаемому суду теперь все ясно? А что же вы мне не сказали о страховке? Я вижу, вам здесь все ясно. Максимович. А я Соню не убивал! Подсудимый! Вам выносится последнее предупреждение. Ваша честь, разрешите сделать небольшой перерыв заседания. Ну что ж, по просьбе стороны защиты объявляется перерыв 5 минут. Спасибо. Не, значит, я сейчас сделаю звонок и вернусь. Успокойтесь пока. Анна Сергеевна, у нас проблемы. Всплыла страховка на крупную сумму. Да. А Максим мне ничего о ней не рассказывал. Вы уже едете сюда с результатами экспертизы? Да, я все вижу. И что там вкратце? Софья Рогова умерла в результате отравления токсичным веществом. Здесь формулы в целую страницу. Токсические вещества? Да, я думаю, что это основной вывод. Это нам никак не поможет. Я скоро буду, я уже подъезжаю. Субтитры подогнал «Симон» Это крайне непрофессионально. Вы представляете, сколько стоит час работы ведущего журналиста лучшей городской газеты? И фотокорреспондента с мировым именем. У вас есть полчаса, все. Представляешь, они не успели изменить сгоревшую панель. Я понял. Работнички. Но у нас есть время, чтобы выпить отличного кофе. Я сейчас тебя отвезу в волшебное место. Не, Олег, спасибо, кофе пить не буду. Ты меня к суду отвези. А потом решишь свои проблемы и заберешь. Прошу всех занять свои места. Заседание продолжается. Сторона защиты. Деньги не могут быть мотивом. Мой подзащитный не затребовал выплату по страховке. Более того... Я предоставляю слово государственному обвинителю, пожалуйста. Ты как всегда, вовремя. Заседание принесли на действие, я не знала. Очевидно, что действия подсудимого полностью подпадают под определение статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство. То есть умышленное причинение смерти другому человеку с отягчающими обстоятельствами по пункту В. Таким образом, обвинение просит для подсудимого Рогова, Максима Игоревича, 1982 года рождения, 15 лет заключения в колонии строгого режима. Я хочу видеть сына. Боюсь, что в нашем случае это невозможно. Я должен сказать ему, что я не виновен. Чтобы он запомнил. Ты никогда его больше не увидишь. Суд удаляется на совещании. Даже, но... Так нельзя! Ну вы же не можете! Максимович, вы не имеете права! Это же миссия! Нет, не знаю, Максимович! Максимович! Я же поняла! Максимович! КОНЕЦ 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 Всем привет. Андрей, мы сейчас поедем в суд. Доброе утро. Стоп, стоп. Какой суд? Нет, Андрей сегодня мой. Твой ремонт подождет. А Максиму Рогову срочно нужна помощь. А газете нужны деньги. Я не понял, а почему это Бронская тебе все рассказывает? Это мое расследование. Это наша прибыль. Олег, ты журналист или рекламный агент? А ты журналист и адвокат. Максим Рогов ни в чем не виноват. А его жена умерла не в результате удушья пожара, как написали судмедэксперты. Она умерла в результате отравления высокотоксичными веществами. Ну, и что это меняет? Кто-то сгорело, образовались вот эти вещества. Она именно дышалась и умерла. Ну, кто-то же устроил этот пожар. Это кто-то твой Максим Рогов. Нет. А у меня здесь материал. Бомба. Ну, Олег, ну какая бомба? Ты просто захотел себе ремонт на халяву сделать. Что? Ну, вы понимаете, я аферу разоблачил, между прочим. Вы понимаете, что эти эко-арт-дизайны, они уидеи. Они жулики. У них десятки тысяч обманутых клиентов по всему городу. Вот, смотри. Главная их рекламная фишка, это экологически чистые материалы. Вот. А на самом деле материалы левые. И не просто левые, а вредные. Вот где Темка, а? Так что ты едешь со мной. Слушай, у тебя же не горит, а у меня речь идет о судьбе человека. У меня не горит? Ага. У меня горит. Еще, еще как горит. Я тут экспертизу заказал. Вот. Вот. Горит. И в результате этого горения, между прочим, образуются высокотоксичные вещества. Я, между прочим, вот эти квартиру свою не пожалел. Да успокойся ты. Они еще сами пожалеют, что с тобой связались. Андрей, немедленно поезжай в суд. Там уже началось заседание. Так, я не понял. Стоп, образец верни! Ты куда? Стоять! Это мое расследование! Это мой вещдок, а ты никуда не пойдешь! Это согласовано с Бродской! Брэк! Вот именно Брэк. Доброе утро. Ой. Ева Витальевна, ну что же это такое? Ну, мы же с вами все согласовали. Тут появляется эта вот ваша звезда, понимаете, Громова. Я слышала. Я вам сейчас все расскажу. Смотрите. Вот. Ева Витальевна, у меня гениальный план. Я вам сейчас расскажу. Вот. Аня, сначала... Жди. Сначала мы получаем деньги за рекламу. Это раз. Потом сенсационное журналистское расследование. Это два. Потом мы попадаем на них в суд. За размещение на наших площадях заведомо неправдивой информации. Это три. И четыре. Ничего заведомо неправдивого мы публиковать не будем. Тихо, ну мы же наведем опровержение. Ева Витальевна, живые деяния. Это наша репутация. Черт. Я так ничего не успею. Я потом все объясню. Да. Сделай так, чтобы у адвоката на столе не было воды. Воды? Раньше до Сониной болезни Максим совершенно не уделял внимания сыну. Постоянные тренировки, сборы, соревнования. Мальчик фактически рос без отца. Но ведь когда ваша дочь заболела, все изменилось? Ну да. Максим стал больше бывать дома. Но это ничего не значит. Я должна была сразу понять, как только он стал настаивать на том, чтобы погулять с сыном. Пожалуйста, изложите события максимально последовательно и точно. В тот день, буквально за полчаса до пожара, я позвонила Соне. Привет, Аня. Хорошо, что позвонила. Я тут... Свидетельство о рождении Егора у него на столе в комнате. Он снимал ксерокопию. А ты откуда знаешь, что я его ищу? Тебе что, Егор звонил? Нет, он не звонил. Но это не важно. Главное свидетельство у него в комнате на столе. Пока. Главное свидетельство о рождении Егора. У меня машина заглохла. Мне нужна ваша помощь. Я очень тороплюсь. Вы меня слышите? От этого зависит судьба человека. У меня машина заглохла. Согласно заключению экспертов, пожар за очень короткое время охватил большую площадь. Анализ следов продуктов сгорания свидетельствует о том, что в комнате специально было разбрызгано легко воспламеняемое вещество. Вот данные обыска в гараже, принадлежащем подсудимому Рогову. Приложение 36, постановление о производстве обыска. Ваша честь у вас перед глазами. Интерес представляет пункт 28. Банка растворителя Сольвент-15, производство химкомбината Азотсинтез, заполненное на треть. Позвольте реплику, Ваша честь. Все это никоим образом не доказывает вину моего подзащитного. Ну, что такое банка растворителя в гараже? У любого автомобилиста такая банка есть в гараже. Смехотворный аргумент на самом деле. У вас будут еще заявления? Мы ждем результатов независимой экспертизы. Ваша честь, разрешите задать несколько вопросов подсудимому? Разрешаю. Подсудимый, вам знакома Сомова Мария Николаевна? Подождите минуту, я сейчас вернусь. Добрый день, Павел Петрович, можно? Аниска, здравствуйте, здравствуйте. Рад видеть. Павел Петрович, мне нужно, чтобы вы срочно сделали еще один анализ. Срочно, срочно. Это фрагмент облицовочной панели. А что конкретно вас интересует? Продукты сгорания. Вы же установили, что Софья Рогова умерла в результате отравления высокотактичными веществами. Подождите, откуда вы? Павел Петрович, мне очень нужно бежать в суд. Пожалуйста, в течение получаса, если успеете, сбросьте мне результаты на почту. Подождите, подождите. Я же вам не рассказывал о результатах экспертизы. Как это вы? Вы мне позвонили? Я. Да? И еще. Посмотрите вот эти часы. Часы? Выглядят как старинные. Но есть подозрение, что подделка. Всем спасибо. Это что, в течение получаса? Нет, это не срочно. До свидания. Это свидетельствует о том, что в случае смерти жены подсудимого, он получает по страховому полису 10 миллионов рублей. Я понял, на что вы намекаетесь. Я не убивал Соню! Не убивал! Подсудимый, вам выносится предупреждение. Ваша честь, я прошу сделать перерыв в заседании. Ну, что ж, по просьбе с защитой объявляется перерыв в пять минут. Спасибо. Спасибо, Ларисович. Пошу подпишись. Я сейчас сделаю один звонок и перебив вернусь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Журналистка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Прошу всех занять свои места. Заседание возобновляется. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сторона защиты. Вы хотите сделать заявление? Деньги не могут быть мотивом. Мой подзащитный не затребовал выплату по страховке. Более того... Я предоставляю слово государственному обвинителю. Очевидно, что действия подсудимого полностью подпадают под определение статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство. То есть умышленное причинение смерти другому человеку с отягчающими обстоятельствами по пункту В. Извините, пожалуйста. Вы не могли бы пойти со мной. Дело в том, что я на почту, жду очень важное письмо, а оно у меня не грузится. Я хотела бы воспользоваться вашим телефоном, если это возможно. Да, пожалуйста. Пойдемте со мной. Пойдемте скорее. Я выражаю уверенность, что уважаемый суд вынесет подсудимому законный, обоснованный и справедливый, то есть максимально суровый приговор. Таким образом, обвинение просит для подсудимого Рогова Максима Игоревича, 1982 года рождения, 15 лет заключения в колонии строгого режима. Так нельзя. Подсудимый, это ваше последнее слово? Егор, 2002, по-английски E-G-O-A. Да, алло, анализ готов? Я хочу видеть сына. Я должен сказать ему, что я не виновен. Чтобы он запомнил. Ты никогда его больше не увидишь. Суд удаляется на совещание. Прошу вас, я не встань. Так нельзя. Вы не можете. Я поняла. От любой искры. Спасибо. Почта пришла. Прошу. Вы не имеете права. Успокойся. Я должен видеться. Максим Игоревич. Анна Сергеевна Громова, представитель газеты «24 часа», которая вела параллельно журналистское расследование по делу моего подзащитного. Анна Сергеевна, расскажите, пожалуйста, каковы результаты независимой экспертизы? Спасибо. Но я сначала хотела бы задать вопрос госпоже Филатовой. Меня интересует, какая фирма делала ремонт в квартире ее дочери. Протестую. Свидетель не имеет права задавать вопросы в суде. Протест принят. Свидетельница, уважайте суд. Ваша честь, я прошу запротоколировать вопрос госпожи Филатовой, как исходящий со стороны защиты. Принято. Ответьте, пожалуйста, на поставленный вопрос. Ну, я не помню, как она называлась. Какой-то там дизайн. По-моему, эко-арт-дизайн. Но какое это имеет значение? Максим, вы курите? Госпожа Громова, свидетельница, уважайте суд. Ваша честь, можно задать вопрос подзащитного? Да. Спасибо. Вы курите? Я нет. Спросите про жену. А жена ваша курила? Соня, нет. Давно не курила. Бросила, когда забеременела. Мы услышим от свидетельницы Громовой, что-либо по существу дело. Анна Сергеевна, так каковы же результаты вашего журналистского расследования? Софья Рогова умерла в результате отравления продуктами сгорания пластика. Из которого были изготовлены панели в ее квартире фирмой Эко-арт-дизайн. Это легковоспламеняющийся материал, который загорается от искры и даже от горячего пепла. Вот здесь результаты экспертизы. Ваша честь, разрешите приобщить к делу результаты независимой экспертизы. Накануне пожара я была у Сони. Она увидела у меня пачку сигарет дамские с ментолом. Как она раньше любила. Я не могла ей отказать. Папа! 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 Ты где была? Гулял. Гулял. Ну что? Максим невиновен. Вы же не знали. Вы не могли знать. Спасибо большое. Здорово покатались. Не за что. Поехали посмотрим, что там с вашей машиной. А, с машиной. Да, там все в порядке. Ну, такое уже бывало. Она неожиданно глохнет, потом заводится и едет, как ни в чем не было. Да и вообще нечего вам делать на этом мосту. Вижу, у вас есть кому подвезти. Тогда счастливо. Счастливо. Спасибо еще раз. Вы помогли спасти хорошего человека. Ради этого стоит жить. Пока. Здорово, что все хорошо разрешилось. Правда? Да, ты молодец. Не хочешь объяснить мне, что за суета была вокруг графины с водой? Нет, сначала ты объясни. Это что, было так сложно выполнить мою просьбу? Слушай, я ее выполнил. Я выпил полу графину. А твой адвокат тоже попить любит. Потребовала еще. И все же. Лошадью ходи. Дедлайн, пятнадцать минут. А я уже отдал редактору. Все, звезда наша копается. Нет дедлайна совершенства. Анна, хорошая работа. Варвара, отнесите в редактуру. Ева Витальевна, готовлю расследование для следующего номера. Смертельный дизайн. Будет бомба. Дедлайн, пятнадцать минут. Алло. Да, Павел Петрович, я слушаю. Анечка, добрый вечер. Я не поздно? Так вот, эти часы действительно старинные, но не очень дорогие. Такими часами в начале двадцатого века было наводнено пол Европы. То есть, ничего особенного? Обычные часы? Спасибо. Ничего особенного. Обычные часы. Но все происходящее со мной было совершенно необычно. Тогда я решила найти старика-часовщика. Ведь именно со встречи с ним все началось. И мне оставалось надеяться, что у него найдутся ответы на мои бесчисленные вопросы. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нам все время кажется, что все еще впереди. Мы ждем, что вот-вот произойдет то самое единственное. Что оно где-то там, за поворотом. Что-то невероятное, огромное. Но обязательно придет. И взорвет нашу жизнь. Перевернув все с ног на голову. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ева Витальевна, у нас материал слетает по новому магазину сантехники. Они не проплатили. Ты же хочешь стать журналисткой? Ищи замену. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА В каком состоянии ваш материал о начале отопительного сезона? В разобранном состоянии. Я так и думала. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Евла Витальевна. Да? Фотография для вашей обзорной статьи готовы. Интересно. Дошла. К нам в город приезжает Полоземица. Это легендарная фолк-группа. Эти ребята реально крутые. Варвара, а вы уверены, что это интересно еще кому-нибудь, кроме вас? Варя, а сколько там надо знаков? Две тысячи. Ноль пятьсот с картинкой. Вот это если не нравится, можно убрать. Смотри, иди домой, у тебя и так выходные пропали. Ио, Витальевна, Максим Рогов возвращается в большой бокс. Чемпион, который не убивал своей жены? Приблизительно так. Статья у меня готова. Замечательно. А фотографии? Фотографии есть. Спасибо, Анна. Варя, отправляйте в верстку. Номер шел с депозрачением! Давай, заезжай в свой пансионат. Газелевич, привет. Всем счастливо оставаться. Все рассчитано. Будет полная иллюзия обвала по ветхости. Ты меня в прошлый раз тоже уверял. В итоге я выбросил кучу бабок, замазывая ваши косяки. Здесь половина. Вторую получишь, когда я увижу заключение комиссии. Но я спешу. В 10? Да, в 22.00. Подарил отец. Здрасте. Аня, ты же сказала, что в пансионат уезжаешь с заданием отброски. Не знаешь, где моя зарядка от ноутбука? Познакомься, это Юля. Мы с ней работаем над арт-проектом. Кофе будешь? Нет, надо еще вещи собрать. А хотя давай. А что у вас за проект, Юля? Называется «Исчезающий город». Юля фотографирует исторические здания из реестра общества охраны памятников. Ну, которые разрушаются без реставрации. А таких в нашем городе очень много. Понимаешь, исчезает целый город. А Филипп взялся делать дизайн. Но это не коммерческий проект. Так, для души. Ну, не только. Это нужно городу. Кстати, Филипп, хотела посоветоваться. Чувствительность пленки 800 хватит? А какой у тебя объектив? Дискретный, 40 миллиметров. Светосилы 1,3. Ну, надо выдержкой побольше и снимать со штатив. С ночной съемкой надо перестраховаться. Мы хотим сейчас пойти поснимать один дом. Памятник архитектуры. Юля говорит, что в ночное время он особенно красив. Я не сомневаюсь. А где Егор? А что Егор? А, он у друга. У Сережи. Не волнуйся, я проконтролирую. Хорошо. Хорошо вам отдохнуть. И вам. Поработать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт. Ты что творишь? Звоню в ГИБДД. Да какое к черту ГИБДД? Ты знаешь, что у меня в машине сидит? Сейчас узнаю, что ты так нервничаешь. Володя, иди в машину. Видите ли, я не против того, чтобы оформить ДТП. В законном порядке. Но вы, видимо, тоже спешите. Надеюсь, вы нас простили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Да-да, успеваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 22.00, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот он. Дом графа Строганова. Начало позапрошлого века. Неплохо сохранился. Угу. Только с посада. А ты внутри была? Нет. Днем нереально охрана бдит. А вот сейчас? Пойдем? Ты думаешь? Держи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, привет, я уже еду. Держался на работе. Конечно, в полночь самое время зайдем. Динейте, Ролик. Здрасте. Ну, ладно, встретим, поселим, уложим. Это я не обещаю. Столовая закрыта уже. А круглосуточного бара нет. Спасибо, что предупредил. Давай, до встречи. Тссс. Ну, за нас или как? Угу. Конечно. О. Братан, вы курсе? Броша в месяц. Добрый вечер. Мужчин, мужик, мужик. Я здесь все равно. Может быть, сразу что-то закажете? Сок, пожалуйста. Яблочный, томатный, березный. Яблочный. Ой, извините, яблочного нет. Тогда березовый. Хорошо. Девушка, девушка, нам, пожалуйста, вот это вот обновите. Закуску добавьте. А закуску повторите. Две. Вот. Любовь. Соленик. Ты что, вот такая смурная, Любовь? Это можно убрать? Да, конечно. Присядьте к нам, пообщайтесь. Присядьте компанию, одинокий. Ай, ладно. Наливай. Оп. Граф Строганов построил этот особняк для своей дочери Елены. Она собиралась выйти замуж. И это был свадебный подарок отца молодым. Ну, а потом началась война 12-го года. И жених, он был офицером, погиб. Держи. Спасибо. Елена отказалась тут жить. Она была здесь всего один раз. В день помолвки вместе с ним. Любовь. Любовь. Пойдем. Пожалуйста, руки уберите. Пожалуйста. Девушка, я вас слушаю. Почему такая красивая девушка одна? Руки уберите. Не порядок, я считаю. Как вас зовут? Красивое время. Любовь, нам, пожалуйста, коньяку по 150. За сок возьмите, пожалуйста. Нет, деньги есть. Деньги на коньяк и на сок. Девушка, подождите. Девушка, может покатаемся? Анна, здравствуйте. Ух ты, привет. Как вы? Все отлично, спасибо. Может, задержитесь ненадолго? Я бы вас с нашими познакомил. Не-не, не могу. Я тороплюсь. В пансионат еду с заданием от редакции. Хотелось бы там еще хоть кого-нибудь застать. Жаль. Ну, тогда удачно съездишь. Спасибо. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а потом дом продали. Разделили на меблированные комнаты. И начали сдавать жильцам. Но все они почему-то очень быстро съезжали отсюда. Все потому, что они видели призрак Елены по ночам. Она что, тоже умерла? Ну, естественно. От горя. Осторожней. Осторожней. Ну, вообще-то, эта легенда недостоверна. У графа Строганова никогда не было дочерей. Только двое сыновей. Но зато, как красиво. Алло, Егор, ты где? Ты уже дома? Нет, мам. Я еще у Сереги. Мы как раз футбол смотрим. Сынок, ты интересный. Ну, возможно, у людей на вечер свои планы. Дай-ка мне Сережного папу. Я поговорю с ним. Его сейчас нет. Он скоро придет и подвезет меня. Уважаемые посетители, мы закрываемся. Алло, Егор. Ты где? Подожди, я сейчас за тобой приеду. Мам, не делай резких движений. Егор, я хочу, чтобы ты сейчас же вернулся домой. Хорошо, я уже иду домой. Серега сам меня проводит. Над ним же родители не трясутся, как сумасшедшие. И у него же все нормально в семье. Хорошо, я сейчас позвоню папе. Попрошу, чтобы он тебя встретил. Даня, а в чем, собственно, дело? Нет, я еще не освободился. Он у Сережи начал. Я вообще не уверена, что он пошел к этому Сереже. С ним что-то происходит. Филипп, я думаю, что он очень переживает за нас. Ань, ты поехала работать? Вот и работай. Я сам все решу. Выйди из кадра, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Даня Торзок Успела до полуночи? Туфельку не потеряла? И карета в тыкву не превратилась. Рад тебя видеть. Я тоже. Как там наш орган передовой печати? Сдались без минуты девять. Давай, давай, помогу. Спасибо. Куда идти? Значит, сейчас идем в главный корпус. Там Галина Павловна, я договорился. Они хотят женский взгляд на СПА-процедуры. Короче, отдохнешь по бартеру. Будешь жить под охраной государства. В смысле? Ну, это же памятник архитектуры. А-а-а. Держи. Кстати говоря, я живу в бывшей Градской библиотеке. Тебе понравится. Продвинутые методики лечения. База очень хорошая. Вот видишь, здесь через полгода будет совершенно другой порядок. Там корты. Ты, кстати, в теннис-то играешь? Нет. Нет? Там девчонки вчера так зажигали. Ага. А я судил. Понятно. Значит, на том конце парка бассейн, водные процедуры. Завтра тебе после обследования выдадут карту. Слушайте, Зобар, скинул ты в голосе. Может быть, ты под шумок акции этого пансионата прикупил, нет? Да если бы. Кстати, знаешь, кому на самом деле все это принадлежит? Кому? Оказывается, договор на бартер мы заключали с подставным лицом. Настоящий хозяин. Вот он. Я про него много интересного наорвал. Ты не удивляйся, если где-нибудь через полгода, даже через год, этот памятник архитектуры завалится. Надо же как-то модернизироваться. Я бы на твоем месте туда не лез. Я не знаю. Потому что это опасно. КОНЕЦ 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 В номер жонди по кратерию! КОНЕЦ А почему? У меня ничего не случилось. Ничего не случилось. Нормально сдались. Ты чего, Ань? Все в порядке? Никто не погиб? Ань, ты что-то вообще заработалась. Тебе нужно поскорее в этот свой пансионат. Да, надо скорее. Флешку забыла. Спасибо. Базилевичу привет. И от меня. Передам. Аня. Я тебя подвезу. Зачем? Ну, тебе в таком состоянии не нужно садиться за руль. Особенно на ночь глядя. Хорошо, поехали вместе. Только поскорее я должна опередить время. Ань, давай заедем поожнить. Нет, мы не заедем. Слушай, я и так уже безобразно опоздала. В пансионате заселение до 11. Пытаешься опередить время? Я хотела сказать, что еще нужно многое успеть. Например, сначала заехать ко мне домой. Забрать зарядку от ноутбука, который я забыла. И вещи собрать. Ну, если дело только в этом, не вопрос. Успеем. О, привет. А ты почему еще не в пансионате? Считай, уже уехала. Ты куда собрался на ночь глядя? Раздевайся. Мам, ты что? Я к Сереге, мы с ним... Дома остаешься. Ну, мам! Аня. Меня уже нет. Только одна просьба. Пожалуйста, проследи, чтобы ребенок не убегал из дома на ночь глядя. Пожалуйста. Ань, ну я сам собираюсь уходить. Я понимаю, у тебя важный проект, исчезающий город. Но речь сейчас идет о нашем сыне. Снимай кроссовки. Ань, езжи спокойно. Аня, у нас все под контролем. Правда, сынок? Держал бы ты лучше себя под контролем. Ты что себе позволяешь? Я? Я как раз ничего. Мне остаться дома? Я тебе здесь точно нужен? Только честно. Ты слышала, что тебе мама сказала? Что мама сказала, я слышала. Вы сначала между собой разберитесь, а потом мной командуйте. Окей? Аня. Прости, мне никуда. Здравствуйте, Юрий Зинец. Здравствуйте. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Останови машину. А мы что, уже никуда не спешим? Девчонка одна на дороге. Давай подвезем. Останови. До Назаровской развилки подбросите? Мы едем в пансионат Лесной Зорьи. Тогда до поворота. Садитесь. Спасибо. Я Маша. Очень приятно. Я так понимаю, у города денег на реставрацию нет? Ну, естественно. Странно, что такие дома не выкупают частную собственность. Такая архитектура, такое место. Да привезти тут всеубожеский вид. Ну, почему не выкупают? Очень даже выкупают. Просто это никто не афиширует. Почему? Особняк графа Строганова. Я бы гордился. Вот ты бы гордился, а некоторые нет. А вот так дом постоит, постоит и рухнет. А потом вместо него что-нибудь я такая... В новомодном стиле, а-ля понты. Вот так город исчезает. Что же вы, Маша, так поздно ступите? Так получилось. Я решила срезать крюк по местности пешком. И только сейчас вырулила. И вы не боитесь ездить вот так? Я? А чего страшного-то? Куда едете? Так. Пока вперед, а там посмотрим. То есть у вас нет ни цели, ни маршрута? Аня. Вы давно в пути? Четвертый день. Аня, пятый уже. Давайте кофе выпьем. Я кофе на ночь не пью. Я бы соку выпила яблочного. А у них нет яблочного. Только томатный и березовый. Проверим. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. А вы ездили когда-нибудь автостопом? Ездил. В девяностых ещё. Да фига себе, вы старый. Да, не то слово, Маша. Я тогда был абсолютно без машины. И что? Да так, отбился от своих. Без документов, без денег. Пришлось ехать автостопом через всю страну. Перед каждым КП приходилось день прятаться, один раз в кузове под ветошью в мазуте. Потом неделю отмывался. Зато экспириенс. А что за страна? Албания. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, как тут кофеёк? Пить можно? Нормальный. А то у меня босс придирчивый. Простите, а вы как сюда доехали? Нормально? Без происшествий? Не смотрим. Не смотрим. Договорились. А вот это не нужно. Так, я приеду. Все. Все. А я вот хотела в Европу сгонять. На все лето. А Пашка говорит, нафига тебе это Европа? Он классный, на самом деле. Ну, дурак, конечно. Ну, а почему он так сказал? Ну, не знаю. Обиделся, видите ли. Мобильник выключил и… В общем, не важно. Я все равно за ним бегать не собираюсь. А кто он? Паша? Дальнобойщик. Сейчас в рейсе. Руку уберите! Да что вы! Руку уберите! Руку убери! Ну, че ты? Чего? Опача! Ха! Добрый вечер! Где вы еще встретились? Как вы? О! Добрый вечер! Отлично! С обществом охраны памятников я решу. С МЧС тоже все решу насчет взрывов. Добрый вечер! Привет! Доброго! Ну, че? Да. 22.00. Дом графа Строганова. Ого! Че там, а? Жены за мной! Давай-давай, побежали! Поехали! Иди сюда! Да! Руку кастя! Да! Да! Иди сюда! Давай! Да я все так! Держи его, да? Дай фотоаппарат, пожалуйста. Конечно. Возьмите вот зеркальце, аптечка. Спасибо. Дай фотоаппарат. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Иди сюда! Иди сюда! Да! Так! Установление памятника! Еще раз. Я бы туда не влез. Да, Илья. Егор точно дома? У него выключен телефон. Не знаю. Мы когда уходили, он был дома. Послушай меня внимательно. Он очень переживает из-за того, что между нами происходит. Его может занести куда угодно. Я тебя очень прошу, отнесись серьезно к переживаниям нашего сына. Хорошо, хорошо. Говорились. Я его поищу. Юля! Я здесь. Юля! Филипп! Андрей, сделай так, чтобы он остановился. Иначе он сейчас заснет за рулем. Сделай, как я тебя прошу. Ребята, что случилось? Простите, пожалуйста. Но вы могли бы попасть в аварию. Дело в том, что вы сегодня не выспались перед рейсом. Если вы сейчас не отдохнете, то может случиться несчастье. О, черт! Вы что, издеваетесь? Ты же сам выключил вас в рейсу! Подождите! Паш! Подождите! Паш! Ну, привет. Привет! Машка! Ань! Ань! Поехали! Дурак ты, Паш! Поехали! 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 Нет, ты можешь ничего не объяснять, если не хочешь. Нечего объяснять. Я сама ничего не понимаю. Юля, ты в порядке? Ай! Ань! Нет, я ему еще не звонил. Ты занимаешься ерундой, вместо того, чтобы… Аня, это не ерунда! Это серьезный проект! Гибнут памятники архитектуры! Томграфа Остроганова! Что? До 2200! Филипп! Уходите оттуда немедленно! Ты слышишь? Филипп, там очень опасно! Филипп! 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 Ту машину! Ту машину! Какую машину? Черный Лексус! Который будет припаркован около кафе! Ань, это нереально! Мы даже не знаем, куда он поехал! Андрей, это… это жизненно необходимо! В пансионат! Давай быстрей! Пожалуйста! И дай мне свой телефон! Спасибо! Да, Андрей? Олег, привет! Это я! Ты едешь? Да-да-да, я еду! Слушай, расскажи, что ты накопал про этого собственника пенсионата? Что? Громова, ты опять? Это я накопал, я ее раскручу! Так, стоп! Я вообще не понимаю, откуда ты про это знаешь? Ты вообще должна только про СПА-процедуру писать! Я не лезу в твое расследование! Сейчас речь идет о жизни моего мужа! Какого мужа? У тебя что, все еще муж есть? Олег, да не глупи ты, ради бога! Скажи, этот владелец пансионата ездит на черном лекчисе? Мне очень нужно знать! Орешников? Ну, вроде да! Орешников? Тот, который скупает памятники архитектуры! Ты что, в моем компьютере рылась, что ли? Я не рылась в твоем компьютере! Ну да, он строит элитное жилье! Причем, по странному совпадению, на месте недавно рухнувших памятников архитектуры! Понимаешь? Который он сам до этого скупает через подставные лица! Я вообще не понимаю, зачем я тебе все это рассказываю! Олег, послушай! Этот Орешников сейчас едет в пансионат! Задержи его любым способом! И сделай так, чтобы он связался со мной по телефону! Слышишь? Скажи ему, что я знаю про дом Строганова! Как? Алло! Да что же это такое, а? Так... Светосила 1 на 4! Выдержку сделаю подлиннее! Вытянешь? Юль, тут все держится на честном слове! Пойдем отсюда! Даня! Что еще? Филипп! А где это здание? По какому адресу вы находитесь? Старосветская, 6. Уходите оттуда немедленно! Иначе вы сейчас взорветесь к чертовой матери! Слышишь? Филипп! Филипп! Юля! 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 Осторожно! Ой! Осторожно! Игорь Иванович! Здравствуйте! Добрый вечер! Меня зовут Олег Базилевич! Я из газеты 24 часа! Вы знаете, с вами жаждет пообщаться наша ведущая журналистка! Вот она на подходе, я ей звоню! Это насчет дома Строганова! Вы не волнуйтесь! Алло, Егор! Сынок, ты где? Я звонила тебе уже раз 20! Что ты делаешь? Мам, ты чего? Что я могу делать ночью? Сплю! Да что ж такое? Сейчас, одну секунду! Я сама! Держи! Да нет, ничего. Все хорошо. Спокойной ночи! Старосветская шесть! Там люди! Куда? Да! Если сейчас рухнет здание, вы будете отвечать не только за исчезающий город, но и за человеческие жизни! Отмена! Я не понимаю, о чем вы говорите. Валовать, поехали! Понял! Слушайте, у меня на этого Орешникова чемодан компромата! Я готовлю расследование! Тут опять пираетесь вы! В чем дело? Подожди! Мы же рекламную статью пишем о пансионате! А твое расследование против владельца! Да я все это раскопал уже после заключения договора на рекламу! Может быть, расторгнуть договор? Да нельзя! Огромная неустойка! Я лучше про него потом напишу! Слушай, Олег! Здесь на лавке два старика в шахматы играли! Ты их знаешь? Чего? Какие старики? Какие шахматы? Здесь отвратить никаких стариков не было! Слушай, Громов, тебе отдохнуть надо! Давай сейчас пойдем к Галине Пауне! Она тебя поселит борщица, пельмешек, рюмочку! Тебя тоже могу пристроить! Да нет, спасибо, Олег! Завтра после обеда приеду! Рано утром фоторепортаж для Бронска! Ладно! Ждите меня здесь! Ну что еще? Что, жене побежал звонить, да? Сыну! Да, пап! Вы что, с мамой сговорились? Спать не даете! Еще минута, и Филипп с Юлией погибли бы! А что они делали в этом доме? Они снимали проект «Исчезающий город»! Она фотограф! Служебный роман! Ну что, мне пора! Увидимся завтра! Да, конечно! До завтра! Спасибо тебе! Если что, обращайся! Хорошего вечера! Спасибо! Андрей! А почему ты в этот раз не спрашиваешь меня про интуицию? Захочешь? Сама расскажешь! Мне всегда не хватало времени! Я не могла наладить отношения с сыном! Не успевала обсудить правила нашей дальнейшей жизни с уже почти бывшим мужем! Я не хотела пускать в свое сердце новые чувства! Потому что боялась, что для них у меня тоже не найдется времени! Я все время куда-то бежала! Бежала, не останавливаясь и не оглядываясь! Только вперед! Пытаясь успеть все! И совершенно забывая, что успевать можно только жить! Субтитры создавал DimaTorzok Все время bay futures